Музыка Начнем работу нашего совещания. У нас сегодня достаточно много докладчиков. Я расскажу вначале, как будет проходить совещание. И предысторию расскажу, как у нас этот круглый стол зародился. Ну, была пленарная часть. Я там уже говорил о том, что если два, буквально три года назад мы в принципе все разговаривали, мы говорили в принципе все об одном и том же, но разговаривали на разных языках. И тяжело нам было друг друга понять, да, если брать службу. У службы, федеральная служба декларировала вроде бы свои интересы. Вузы говорили совершенно правильные вещи. С их точки зрения, Министерство образования, в первую очередь, как регулятор, имело свою позицию. Вот. И мы долго в рамках гильотины, в рамках работы рабочей группы, значит, долго дискутировали. Где-то слышали друг друга, где-то не до конца. Потом грянула у нас пандемия, и она все расставила на свои места. И мы начали слышать друг друга, я думаю. Потому что буквально, когда мы процесс перезагрузки такой провели, и начали заново обсуждать вопрос, который мы сегодня вынесли на круглый стол, мы начали говорить на одном языке, начали друг другу делать уступки, понимать друг друга. И у нас в итоге этого взаимодействия родились достаточно такие серьезные и правильные, я считаю, изменения. Это общий наш труд. И в виде изменений в законе мы его в ближайшее время, эти три новеллы увидим, я о них позже скажу. Прежде чем начать нашу работу, я хочу еще раз поблагодарить организаторов данного мероприятия. Ну, во-первых, хозяина университета, так скажем, принимающей площадки, Ильшата Равкатовича. Свою признательность президенту Республики Татарстан мы уже выразили. Сейчас отдельно вам, Ильшата Равкатов, благодарность. И, конечно, мы хотим поблагодарить всех участников, которые сегодня принимают участие. Ну и, конечно же, Ольгу Ивановну, которая все-таки один из организаторов державинских чтений. И они, именно ваш университет вышел с предложением эту острую проблему, так сказать, на площадках державинских чтений, на площадках данного форума, обсудить. Я еще раз искреннюю благодарность вам выражаю. И расскажу не о теме, которую мы сегодня будем обсуждать, а о теме, благодаря которой, вопросу, к которому мы пришли к сегодняшнему обсуждению. Сегодня мы будем, конечно, обсуждать аккредитационные показатели в новой модели государственной аккредитации. У нас сегодня заявилось несколько ВУЗов. Мы тоже попросили их выступить и подготовить свои предложения. И для нас, в первую очередь, важно то, чтобы аккредитационные показатели были предложены. Понятно, что регулятор Министерства образования, мы с ними тоже в контакте. С нами, со службой эти показатели будут согласовываться. Но все-таки эти показатели должны предложить и определить, в первую очередь, ведущие высшеучебные заведения Российской Федерации. Чтобы не произошло того, что мы посовещались, точнее, вы посовещались, а мы решили. А действительно, вы решили и посовещались, а мы приняли и согласовали эти показатели. Чтобы мы не вспоминали о тех ошибках, которые были у нас в прошлом, которые утяжеляли наши процессы, косвенно, так скажем, влияли на качество высшего образования. И поэтому мы хотим услышать эти доклады и обсудить предложения УЗов. Это первый круглый стол из серии, который не будет принимать каких-то окончательных решений. Сегодня мы начинаем, инициировали процесс обсуждения следующего этапа. Ему предшествовало три новеллы, которые мы внесли, вносим в закон. Второе чтение прошло. 30 мая будет третье чтение. Второе чтение прошло без замечаний. Депутаты Государственной Думы только выразили поддержку этим изменениям. А изменения это следующие. Новая модель заключается в том, что действительно старая модель себя изжила. Я не буду долго останавливаться на том, перечислять тот дискомфорт, который не только вы испытывали. Я вас уверяю, сотрудники службы и эксперты ваших УЗов, они тоже давным-давно понимали, что изменения необходимы. И с этим надо что-то делать. Понятно, что аккредитация для любого ВУЗа, неважно, это маленький негосударственный ВУЗ или федеральный университет, это большой стресс. Значит, для не только руководителя был высшего учебного заведения, а для всех преподавателей в том числе. Загодя готовились к аккредитации, часто бросали свою работу. Все было ориентировано на то, чтобы раз в 6 лет подтвердить право на обладание этим документом. И это вызывало такую нервозность и добавляло дополнительной бюрократической нагрузкой, что часто не связано было с качеством образования. Дублирование предметов было, аккредитация, несоизмеримость нарушений. Ну, в защиту своих сотрудников и экспертов, которые у нас в банке, система была слишком непрозрачная. И эксперты, и наши сотрудники в такой модели очень серьезно подставлялись. Очень много моментов было, которые могли в той или иной мере и ВУЗ не красить, и наших экспертов, и наших сотрудников. Поэтому надо было, в наше убеждение, надо было что-то менять, делать эту систему более легкой и прозрачной. И мы, собственно говоря, в рамках обсуждения, в том числе с вами, пришли к следующим моментам. Ну, в первую очередь, все нас давно просили, ужас с этими 6 годами, оставить в прошлом и перейти на бессрочную аккредитацию. Это новелла в закон внесена, закон будет принят, я уверенно могу уже заявлять. Оппонентов у нас нет, мы тоже не оппоненты, как служба этого посыла, так скажем. И с 1 марта все ВУЗы, которые имеют уже аккредитацию, проснутся не в реале, когда им заново всем с ужасом придется бежать и все переаккредитовывать. Нет, если аккредитация действует на 1 марта 2022 года, 1 марта 2022 года, она станет автоматически бессрочной. И мы здесь консенсус полный нашли. Следующая новелла, это переход от ВГОСов на аккредитационный показатель. Собственно говоря, то, с чего мы будем сегодня с вами всеми обсуждать, слушать. Вопрос, я вам скажу, по трудности принятия решения, будет значительно тяжелее, чем отказ от перехода на бессрочную аккредитацию. Вопрос непростой. Мы все понимаем, что в ВГОСах, я надеюсь, все понимали, что Рособорнадзор в той реале, как мы сейчас работаем, опирался на то законодательство, которое есть, а здесь мы прямую отсылку имели на ВГОСы. И то, что ВГОСы где-то были по разным направлениям, имели свои какие-то недостатки, это не была вина нашей службы. Как совершенствовать и менять ВГОСы трудно, я не буду рассказывать, вы все это знаете. И вот все эти годы никто не хотел трогать ВГОСы, но хотел что-то поменять. Но не поменяв ситуацию с ВГОСами, поменять ничего возможно не было. И мы вот в этом замкнутом круге несколько лет зависли, значит, и долго спорили, и то, с чего я начинал, не понимали друг друга. Сейчас мы предлагаем ввести вместо прямой отсылки на ВГОСы перейти в новую модель на аккредитационные показатели. И мы послушаем сегодня спикеров. Уже мы в кулуарах разные мнения слышали. Есть понимание, что нельзя отказываться полностью от того, что было во ВГОСах. Во ВГОСах есть очень много правильного и хорошего. И мы надеемся, что мы здесь тоже общий язык найдем. И эти правильные и хорошие вещи, которые действительно отставят качество образования высших учебных заведений, они у нас в ряде аккредитационных показателей у нас они появятся, они не уйдут, но будут ориентированы именно на нормальную работу в нормальном режиме. Вот этот слайд я и мои коллеги специально подготовили, несколько раз мы его уже показывали. Это не установка Рособорнадзора, это не окончательное желание, что мы хотим именно так, и именно в аккредитационные показатели вот эти пять показателей должны войти. Ну это такое, может быть, наше видение, что может входить в тот перечень. Такая затравка для размышления и для дискуссии. Я уже в нескольких местах показывал этот слайд и сразу сыпались вопросы по тому или иному показателю. Из вопросов я понимал, что ВУЗы уже решили, что Рособорнадзор остановился на этих пяти показателях и будет держаться за них насмерть. Я сразу говорю, это тоже одни из показателей, которые мы можем обсуждать и которые мы можем в некоторых случаях иметь какой-то дифференцированный подход. Не обязательно мы четко понимаем, что, возможно, градация будет по отношению к различным отраслевым ВУЗам. У вас у всех одной планкой вас всех измерить невозможно. Задачи у всех кардинально разные. И, может быть, где-то по отраслям это тоже мы должны с вами определиться. Показатели, уровень, оценка этих показателей должна разниться. Если мы всех будем устраивать в один ряд, мы наткнемся снова на те проблемы, которые и так уже существуют в рамках других мероприятий. И распределение контрольных цифр приема, я уже за эти дни тоже наслушался много. Ну и других похожих ситуаций. Мы четко понимаем, что у медицинских ВУЗов, педагогических ВУЗов там, ВУЗов военных, это совершенно другие задачи, которые стоят там перед тем же ВУЗами, которые очень сильно ориентированы на науку и высокие достижения в этом направлении. Поэтому здесь, возможно, должен быть дифференцированный подход ко всем. С четким пониманием, что этот показатель будет не губителен, а будет влиять только на развитие. Ну, мы предлагаем точно, было много дискуссий, оценивать по качеству, по фосам учреждений, по оценочным материалам. Сначала была идея, что одно из подведомственных учреждений Рособорнадзора будет выступать неким оператором и ведущий кафедрой стороны будет тиражировать, модерировать, верифицировать какой-то банк открытых заданий. Но мы от этой идеи отказались, потому что это сильно широкая такая поляна. И у каждого ВУЗа свои фосы есть. В принципе, мы готовы работать с ними, мы готовы работать с нашими фосами, которые определяют общекультурные компетенции. То есть этот микс нам может позволить производить достаточно хорошую оценку знаний студентов. Трудоустройство достаточно сложный показатель, тоже спорный, которые одни ВУЗы говорят, что это хороший показатель, другие ВУЗы тоже имеют горький опыт с этим направлением. И он тоже вызывает очень много дискуссий. Мы со своей стороны, как я мог обойтись без своего любимого единого государственного экзамена, предложили, возможно, можно показатель среднего балла ЕГЭ тоже использовать. Но здесь же снова должен быть ранжированный подход. Мы четко понимаем, что условно высшей школе экономики в КФУ, в МГУ, в МГИМО будет совершенно другой средний балл, чем в аграрных ВУЗах, педагогических ВУЗах, военных ВУЗах, инженерных ВУЗах. Здесь средний балл, наверное, тоже должен по каким-то порогам для различных групп ВУЗов тоже ранжироваться. То есть не должно быть единого подхода, если мы примем этот показатель. А включили мы его потому, что ряд ассоциаций, ряд ВУЗов, та же высшая школа экономики ежегодно. Нам тоже интересен бывает этот рейтинг, когда и нас радует, что такой рейтинг есть на самом деле, что ведется оценка по качеству набора студентов. Все-таки качество набора определяет дальнейший уровень подготовки. И с этим тяжело, наверное, спорить. Но если сообщество решит, что таких показателей, в том числе ЕГЭ, не должно быть, они должны быть иные, мы, конечно же, в общем дискуссии примем с вами общее решение. Следующая новелла это переход от аккредитации по УГСН к аккредитации по специальности. В дискуссиях мы зашли вообще дальше. Мы все помним такую стрессовую историю. Она для нас, даже больше, чем для ВУЗа, она была проблема для федеральной службы. Тогда как лишается... Мы видим, что какое-то направление подготовки в том или ином ВУЗе при процессе аккредитации западает. И здесь никакого иного решения законодательства нам не давало, как лишить аккредитации по УГСН. Это вызывало очень серьезные проблемы и у вас, и у нас. Мы пришли в новой модели, мы ушли от этого. Если в рамках нашей работы мы видим, что проблемы только в направлении, лишается, или приостанавливается, точнее, аккредитация только по направлению. ВУЗ при этом, когда заходит на аккредитацию, если у них не было, они сейчас будут иметь право зайти или по УГСН, если они не видят этой необходимости, они могут аккредитовать отдельное направление подготовки. То есть мы стали в этом направлении более гибкими, здесь тоже трезво-извешенный подход, и рабочая группа это предложение внесла. Мы с этим предложением согласились. В целом, как будет выглядеть модель по итогам, еще раз напомню, то есть я сказал, у кого аккредитация была, она автоматически с 1 марта она переходит в статус бессрочный, но мы, как орган, отвечающий в государстве за передгражданами, абитуриентами, за качество, конечно, не можем просто так пустить этот процесс, все, больше вас, к вам никогда никто не придет. И в принципе даем на откуп и порядочность вуза или отдельных кафедр. Нет, мы переходим здесь к рискоориентированной модели. Будет ежегодно проходить мониторинг, оценка качества подготовки обучающихся. Эти показатели мы с вами тоже сегодня будем обсуждать. То есть в августе месяце мы не хотим плодить какие-то новые сущности на базе существующих мониторингов, которые уже есть и данных, которые собираются. Мы снова не ориентированы на то, чтобы новые какие-то поля открывать и создавать проблему с их заполнением. Ежегодно мы определим мониторинговые показатели и существующих еще раз. И если мы видим, что вуз попадает в красную зону по неисполнению этих показателей, тогда здесь действует приостановка действия аккредитации, не лишение. И не весной, как это было раньше, перед самым выпуском, а уже начиная с осени мы проводим в таких вузах, где есть подозрения на то, что студенты недополучают, студенты, магистранты, аспиранты недополучают знания, есть риск такой. Значит, мы проводим процедуры. Процедура заключается в следующем. Я уже говорил о фоссах, ваших и наших общекультурных. По выборкам мы проведем оценку остаточных знаний студентов. Если уровень студентов, выборки студентов, не всех повален, еще раз хочу подчеркнуть, мы определяем усредненный минимум, тоже будет совместное решение. И если в вузе минимум знаний остаточных студентов не соответствует уровню, нами с вами принятому, то дается еще один шанс через полгода повторно весной. И вот если после этого мы видим, что проблема у нас не исчезла, то соответствующая приостановка у нас вступает в полную силу. И здесь уже роптать на то, что надо было подготовить тонны бумаг, так, что оценка происходила по каким-то непонятным материалам. Материалы будут оценочные ваши, ваши вузовские и общекультурные, которые уже все вузы попробовали, они абсолютно будут тоже в открытом доступе. Здесь уже руководство вуза должно и руководство кафедр роптать на себя, на то, что они это качество не предоставили. Второй момент, который являлся у нас тоже обсуждением серьезного подвергся, это момент, связанный с тем, а что сделать с теми специальностями, которые нужны экстренно нашему государству. Надо подготовить быстро новых специалистов, аккредитации еще нет. И специальность открыта, студентов набрали, аккредитации еще не получено, а их забрали в армию. Здесь мы с Министерством образования нашли абсолютное согласие. Под такой вид, в таком случае, мы даем временную государственную аккредитацию на один год при условии, что регулятор Министерства образования выделила контрольные цифры приема на специальность. И у нас здесь как раз такой люфт на этот период, когда мы потом можем через год прийти, оценить уровень подготовки данных студентов и перевести уже аккредитацию в безвременный, бессрочный характер. Вот такие основные новеллы, которые мы во втором чтении, еще раз говорю, они прошли. Третье чтение 30 мая, мы надеемся, ничего не произойдет. И, исходя из этих новелл, мы не стали ждать окончательного принятия закона и решили сразу запараллелить процесс и уже приступить к обсуждению аккредитационных показателей и мониторинговых показателей. И, как я уже сказал, для этого мы дали такое домашнее задание ВУЗам. ВУЗы взяли их к рассмотрению и с удовольствием к нам присоединились. У нас первый докладчик хозяин данного мероприятия, в гостях, я еще раз подчеркиваю, ректор Казанского федерального университета Гафуров Эльшат Равкатович. Спасибо большое, уважаемый Анзор Ахмедович. Во-первых, мы буквально на днях совершили процедуру аккредитации, за что вам большое спасибо. И если бы мы, конечно, знали, что сразу все будет бессрочно, до 1 марта может как-нибудь бы прошли. Потерпели. Да, потерпели. Но спасибо, что вот в результате плодотворной работы совместной мы подтвердили свою состоятельность по всем направлениям. И вот в результате проведения этой работы также возникли некоторые предложения. Но я бы хотел, чтобы проект по образовательному направлению сам их озвучил, поскольку неправильно, когда человек готовит предложения, озвучивает их другой человек. Потому что непосредственно на нем была вся вот эта непростая, я должен сказать, работа. Я на самом деле несколько раз ощущал себя как человеком, который постоянно сдает на экзамен. И вы очень правильно подметили. Это в любом случае стресс для всех. Да, то есть и для проверяющих, и для тех, кого проверяют. Поэтому мы обсуждали эти вопросы, я же коллегам хочу сказать, на площадке Совета ректоров под руководством Виктора Антоновича Садовничева там спорили, ругались, обсуждали вопросы разного формата. Но все приходили к единому мнению, что организация, такая как Рособорнадзор, она должна быть, поскольку традиционно вот университету более двухсот лет, точнее двести семнадцать лет в этом году. Если вы зайдете к нам в Ленинскую комнату, то там увидите, что инспектор, контролирующий качество образования, отвечающий за выдачу диплома государственного образца, он был всегда. Потому что мы уже с вами пожили девяностые годы, когда открывалось очень много вузов, и некоторые результаты мы имеем только сегодня. И иногда смотришь, тебя человек учит, да, а чему учит? Не знаю, сам знает или нет, это тоже вопрос. Поэтому, Дмитрий Альбертович, пожалуйста, Таёжский проектор по образовательному направлению нашего университета. Спасибо. Уважаемый Анзор Ахмедович, уважаемый Мельшат Равкатович, уважаемые коллеги, вы позволите, если позволите, я сейчас уже сразу же перейду к предложениям от Казанского университета, не говоря о вводной части, тем более, что Анзор Ахмедович задал хороший формат разговора, уже намечены те пункты, по которым будут проводиться изменения в области аккредитационной экспертизы, поэтому я сейчас даже перестроил все свои выступления и буду говорить конкретно по тем пунктам, которые были затронуты в выступлении Анзора Ахмедовича. Но первое, что это подтверждение качества образования. Здесь надо отметить, что подтверждение качества образования требует реальных измеримых критериев, и эти критерии нам нужно на федеральном уровне четко определить. Вот даже то перечисление, которое сегодня было сделано, это средний балл ЕГЭ, процент трудоустроенных студентов, рейтинг образовательной организации, число публикаций, цитирований, финансирование нирно одного преподавателя, заработок НПР, средний зарплатный период и так далее. Можно таких показателей очень много вводить, но важно, чтобы все показатели, которые, как мы считаем, определяют качество образовательной организации, качество образования в ВУЗе, должны быть положительно скоррелированы между собой. Если положительной корреляции между ними нет, то либо какие-то из этих показателей с качеством напрямую не связаны, или мы вообще не можем говорить о качестве, как о единой характеристике. Далее можно проанализировать связь показателей с независимыми переменами, определить, что влияет на баллы, набранные ВУЗом по данному измерению. Иногда такие связи также могут ставить под сомнение валидность метрики, по которой оцениваются образовательные организации. Но всем нам известно, что в основе государственных образовательных стандартов сегодня лежит компетенциальный подход. Но как проверить, дать оценку усвоенности компетенции единого, я еще раз подчеркиваю, единого мнения по реальным инструментам для такой процедуры сегодня нет. Есть определенные наборы для определенных групп специальностей для оценки компетенции, но они не общеприняты, и здесь предстоит большая работа. И нам здесь надо, конечно, вместе с Рособранадзором серьезно поработать, чтобы всем было легче. Ну и в качестве предложения Казанского Федерального Университета можно сказать, что возможно для некоторых специальностей или направлений подготовки надо подумать о введении какого-либо профессионального экзамена. Я говорю здесь о таких направлениях подготовки, как медицина, педагогика, юриспруденция, где цена ошибки очень большая. Цена ошибки в качестве подготовки студентов. Далее предложение, которое можно озвучить, это предложение о том, что надо шире использовать те информационные ресурсы, которые сегодня у нас есть в распоряжении, и мы считаем целесообразным считать документы, все документы, размещенные на официальном сайте образовательной организации достоверными и не требующим никакого дополнительного предоставления в Рособранадзор и другие проверяющие органы на бумажном или электронном носителе. Далее мы все с вами разные, есть небольшие университеты, средние, есть очень большие университеты, и чтобы был единый подход к порядку предоставления документов при проведении любой аккредитационной экспертизы, необходимо нам на законодательном уровне установить процент контингента обучающихся и научно-педагогических работников, в отношении которых мы должны представить комплект документов. Но согласитесь, что для университетов с контингентом обучающихся более 10 тысяч человек является, наверное, нерациональным предоставлять все абсолютно документы на каждого студента и на каждого преподавателя. Это просто очень большой объем работы. Один из вопросов, который всегда вызывает споры между представителями Рособоронадзора и образовательными организациями, это противоречивость требований при аккредитации, особенно требования к учебно-методической документации. То, о чем сейчас как раз Антон Ахмедович упоминал о фондах оценочных средств. Ведь мы согласимся, что зачастую допускаются здесь неоднозначные толкования и, к сожалению, большая часть документов готовится в основном для аккредитации и впоследствии в реальном процессе организации просто не используется. Но возьмем пример, если профессор великолепно читает лекции, ведет занятия, но у него неправильно оформлены рабочие программы или неправильно оформлены от фонда оценочных средств, то это означает по процедуре, которая есть сейчас и возможно даже по той процедуре, которая предлагается несоответствует требованиям и проблемы с последующей аккредитацией. Есть проблемы и в требованиях к научной активности профессорского преподавательского состава. К примеру, при наличии подтверждения участия преподавателями в международных конференциях есть требования тем не менее участия в конференциях внутриузовского и регионального значения, хотя должно презумироваться, что международная конференция выше по статусу и участие в них как бы закрывает и требования к участию в конференциях уровнем ниже. вызывает также вопрос требования к наличию преподавателей практиков. Не во всех предметных областях можно с точностью определить, что является работой в организациях соответствующих направленность образовательных программ. В частности, давайте возьмем политологов. Кто у них работодатели и кто практики. И таких примеров нужно много привести. По аккредитации надо еще сказать, что есть другой механизм. Есть механизм международной аккредитации и ряд университетов и вузов Российской Федерации получили свидетельство о международной аккредитации. Видимо, надо поставить вопрос о том, как соотнести международную аккредитацию и аккредитацию на российском уровне, на уровне Российской Федерации может быть каким-то образом зачитывать сертификаты о международной аккредитации в качестве основания для продления свидетельства государственной аккредитации в отношении соответствующих программ без предоставления дополнительных документов. Но и опыт показал, что в любом случае первичная аккредитация или повторная аккредитация будет все-таки аккредитационная экспертиза на наш взгляд должна проводиться только с выездом в образовательную организацию. В дистанционном формате что-то не очень хорошо все получается. Спасибо большое за внимание. Спасибо. у нас и в очном и заочном формате в онлайн формате заявились вузы. Я сейчас начну с тех кто присутствует очно и слово бы дал Рощину Сергею Юрьевичу проектор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Добрый день уважаемые коллеги. Добрый день Анатолий Ахмедович. Прежде чем перейти к озвучиванию некоторых рассуждений и предложений по очень важному для нас вопросу я не могу не сказать две вещи. Первое мне чрезвычайно приятно что мы собрались в Казанском федеральном университете не так много у нас императорских университетов ни в обиду никому в том числе и своему университету говорю я просто в очередной раз порадовался за замечательный университет коллег за город в котором этот университет так замечательно расположен коллеги да так что мне очень приятно что мы это обсуждаем в Казанском федеральном университете большое спасибо хозяевам за гостеприимство и возможность это обсудить это не ритуальные слова это моя искренняя радость второе я хочу сказать что к тому что говорил Анзор Ахмедович мне кажется надо добавить очень важные слова про новую модель уже было все сказано но Анзор Ахмедович как-то очень так сказал это аккуратно а я бы это усилил потому что мне кажется что часть новой модели это тот диалог который сформировался у Россоборнадзора и у академического университетского сообщества я бы назвал это важнейшей неотъемлемой частью той модели которая сейчас выстраивается дело не только в тех документах которые сейчас выработаны внесены законодателям на утверждение никакие документы не работают если не работают акторы которые связаны с этими документами вот тот диалог который сложился действительно за последний год я считаю важнейшее достижение в целом нашей системы образования именно это возможно залог того что то что мы сейчас обсуждаем так же будет работать теперь по поводу аккредитационных показателей это действительно важнейший шаг потому что мы жили в парадигме скажем так оглядки на вгосы ничего не буду повторять уже много что сказано по сути дела нам сейчас надо сформулировать несколько новую систему систему координат с одной стороны да мы оглядываемся на вгосы но этот анализ уже делали 80% вгос идентичны по какому направлению они не были они по сути дела говорят об одном и том же и в этом был как бы и минус всего этого но в этом есть и некоторый плюс потому что я солидаризируюсь позиции который был Анзор Ахмедовичем озвучен что то полезное что было когда мы использовали вгос и можно взять аккредитация это качество образования качество образования из всего того что мы знаем меряется так или иначе в связи с тремя группами параметров то что касается измерения входящих в образование невозможно обучить тех кто у кого низкие способности и мотивации особенно когда мы говорим о высшей школе а не обувшем образовании это важно второе все то что касается образовательного процесса характеристики процесса и то что касается результат мне кажется что рассуждая так важно при этом обозначить несколько принципов по которым может строиться эта система показателей принцип первый по возможности максимально выходить на объективные показатели которые уже зафиксированы в деятельности университетов вузов могут быть легко проверяемы верифицируемы представлены в последнее время и на союзе ректоров только вот буквально недавно обсуждался рейтинг тримиссии университетов он очень начал активно разрастаться даже в международном масштабе а преимущество этого рейтинга в том что там нету субъективных показателей вообще там только те показатели которые уже вот существуют про университет и только они используются это очень важный на самом деле момент если система аккредитации будет во многом оглядываться на те показатели которые не требуют дополнительной экспертизы дополнительных действий а носят характер мониторинговый по отношению к тем параметрам которые тот или иной университет достиг мне кажется это будет важным показателем качества этой системы второй принцип принцип с одной стороны универсальности с другой стороны спецификации максимально можно максимально можно выстроить общий показатель для всех университетов но так как есть разные предметные направления образовательной деятельности то очевидно что должна быть определенная доля параметров которые являются специфическими для тех или иных направлений сколько мы раз уже обсуждали и внутри различных ассоциаций и внутри различных университетов не получится выстроить по всему предметному пространству одинаковый набор показателей все равно есть некоторые существенные отличия третий мне кажется важнейший тезис такой принцип что ли одно дело набор параметров другое дело значение по которым будут приниматься решения и это важная тоже тема которая должна быть в центре нашей дискуссии диалога с Рособорнадзором потому что одно дело определить параметры другое дело те их показатели которые будут способствовать развитию системы образования ну вот исходя из этого можно говорить о нескольких подходах к формированию набора этих показателей первое то что мы имеем с точки зрения системы измерения на входе ну да это различные измерения связанные с бакалавриатом или специалитетом при переходе от общего образования к высшему в виде измерения ЕГЭ но обращая внимание что это действует только по отношению к этой ступени образования если мы говорим о магистратуре аспирантуре то в данном случае это уже не работает как универсальный показатель и более того вряд ли здесь можно будет построить такой универсальный потому что магистратуры аспирантуры разных предметных направлений решают разные задачи построить здесь систему допустим соотношения внутренних внешних абитуриентов так далее вряд ли будет возможно поэтому здесь мы имеем только одну возможность то что касается параметров которые фиксируют процесс это главный ресурс главный ресурс это академическое сообщество это преподаватели это специалисты которые обучают и с этой точки зрения это различные вопросы измерения профессионального мастерства в тех или иных предметных областях действительно здесь можно говорить о разных показателях но отчего бы я мы с коллегами из университета хотели бы предостеречь у нас есть некоторое инерционное увлечение измерения качества преподавательского состава коллектива в первую очередь с точки зрения системы научных степеней те вызовы которые сейчас стоят перед системой образования в ответ на технологические вызовы показывают что все то что связано с цифровыми компетенциями использованиями информационных технологий темы искусственного интеллекта в наименьшей степени эта конкурентоспособность связана с научными степенями так мир устроен как мы хорошо знаем самые лучшие и замечательные специалисты в этой области не защищаются потому что они гораздо быстрее сейчас развивают эти технологии вне академического сектора и более того конкуренции за них и привлечения в наши университеты это как раз принципиальный момент для того чтобы решить те задачи которые есть перед системой образования которые поставлены перед нами страной поэтому вопрос о том как измерять очевидно что здесь должна быть система некоторых других профессиональных рекордов связанных не только это не значит что не должно быть степеней не только со степеней есть разные области где эти профессиональные достижения надо формулировать оглядываясь на то что есть и в ряде случаев я думаю что мы неизбежно придем к тому что здесь универсальных тоже нет параметров и это вопрос скорее о привлечении преподавателей которые работают на стороне индустриальных стратегических партнеров в тех или иных областях и измерение этой связи с работодателем может быть частью характеристик качества преподавательского состава тех кто обучает студентов второй момент это те ресурсы нечеловеческие которые у нас есть я бы обратил внимание в первую очередь на то что здесь не надо увлекаться повторением всего того что так находится в лицензионных требованиях и в первую очередь обратить внимание на все то что связано с развитием современных образовательных технологий да прошлый год сделал с нами со всеми фантастический эксперимент и оглядываясь на этот эксперимент мы прекрасно понимаем что в общем удалось что-то хорошее сделать там где мы были готовы к этим прорывным технологиям внедрениях в образование поэтому все то что касается использования информационных технологий в университетах это мне кажется важнейший параметр который также может быть параметром для отработки аккредитационных показателей но и последнее это то что получается на выходе то что получается на выходе как ни крути во всем мире есть только два параметра или измерение знания умений компетенции или результаты связанные с трудовой деятельностью есть надежда что результаты связанные с трудовой деятельностью будут вполне доступны есть серьезное продвижение по всему тому что связано с обновлением мониторинга трудоустройства выпускников Я завтра утром улечу, у меня очередная встреча в Министерстве труда вместе с Рострудом по обсуждению методологии того, как это будет дорабатываться. И в общем, судя по тому, что озвучивает Татьяна Алексеевна, курирующая этот вопрос, как вице-премьер, осенью, возможно, уже будет к этой системе обратиться гораздо более широкому кругу участников, университетов и так далее. Второе это измерение, да, измерение знаний. Измерение знаний здесь, да, проведение различных измерений. Если у нас есть выстроенные системы независимого измерения, то тогда их можно использовать. Если нет, тогда действительно нам придется использовать те предметные измерения, которые наработаны в университетах. Но последнее, пожалуй, что я скажу, это еще один важный принцип. Есть ряд параметров, которые нам неизбежно придется нормировать по отношению к различным секторам, рынкам, территориям, областям. Если мы говорим про мониторинг трудоустройства и заработную плату, то, безусловно, конечно, он не подразумевается как абсолютно ненормируемый с точки зрения отраслевой или региональной специфики. Он так сейчас и отрабатывается. Если мы говорим про определенные измерения на входе, то, опять-таки, с ЕГЭ и так далее это можно нормировать. Все зависит от того, какие задачи решает тот или иной университет. Международные, национальные, федеральные или региональные. Понятно, что здесь можно по-разному нормировать. По отношению к этим параметрам на входе и на выходе, да, возможно нормирование. Все то, что касается процесса, ресурсов человеческих или инструментальных различных, это вряд ли подлежит нормированию и должно носить гораздо более универсальный характер. Спасибо, коллеги. Сергей Георгиевич, спасибо еще раз за хорошее предложение. Мы уже подчеркнули в рамках рабочей группы, совместная наша работа привела уже к результатам. Я думаю, мы все пожелания, предложения будем учитывать и получим очередной хороший результат. У нас на связи в онлайн формате должен быть Климов Александр Алексеевич. Да, вот мы его слышим. Нам интересно, Александр Алексеевич, услышать вашу позицию, потому что, наверное, такого опыта, как у вас, сначала в ВУЗ, потом управление ВУЗами в госслужбе и снова вернуться в ВУЗ. То есть вы несколько раз угол зрения меняли. Как вы, наверное, никто в этом зале, значит, не понимает, как сейчас, в каком направлении нам двигаться. Вот, поэтому именно моя инициатива была тоже, чтобы услышать ваше мнение. Мы рады вас видеть, сейчас услышим. Вам слово, Александр Алексеевич. Давайте сейчас наладят связь, а пока мы дадим слово Зернову Владимиру Алексеевичу, ректору автономной некоммерческой организации высшего образования, российский новый университет. Но он представляет блок негосударственных ВУЗов, поэтому ваше мнение нам тоже очень важно. Спасибо. Уважаемый Анзор Ахметович, дорогой Лешатор Фкатович, мы только вчера с вами, Виктором Антоновичем, обсуждали эти же проблемы. Светлана Михайловна, не могу вам не сказать благодарность. Мы с вами более тесно работаем по этим проблемам. Коллеги, у меня несколько предложений на данную тему. Прежде всего, хочу всех нас поздравить с феноменальным успехом отечественной системы образования, когда все 8 золотых медалей на международной олимпиаде завоевали наши обучающиеся. Поэтому мы стоим на плечах гигантов, их надо развивать. Куда двигаться? Вот где составляющие матрицы тензора или вектора, которые мы с вами сегодня должны сформулировать? И сформулировать правильно. Полностью согласен с Дмитрием Альбертовичем. По поводу того, что должны быть экзамены. Экзамены должны быть четкие, очень высокого уровня. И они должны отражать как уровень наших ВУЗов, так и их позиционирование на международной арене. Как пример. Вот мы все под впечатлением Казанского федерального университета. Я утром, когда прогулялся по старой части, честно вам скажу, я уже искал, есть ли хоть один из известных ученых, которого здесь не было. Наверное, есть, но я его не нашел. Как пример. Предпоследняя или последняя поездка Российского союза ректоров была в университет Тахоку. Это ведущий ВУЗ мира. Он во всех мировых рейтингах впереди и так далее и тому подобное. А с нами был Карамулзов Боразби Сулейманович, известный интеллектуал, но он умеет задавать острые вопросы. И когда мы там встретились с местным физиком, который ведет теорофизику, выпускник МИФИ, спросили у него, есть ли хоть один выпускник этого университета, который может сдать теор-минимум. Он подумал и сказал нет. А вот Ильша Травкатович подтвердит, что значительная часть выпускников физфака, а на физтехе это 80% сдают сходу. У них ни одного нет. Это о чем говорит? Что нам нужно, уважаемый Анзор Ахмедович, наряду с наукометрией как-то мерять эти технологии. Тем более, пандемия показала, что наукометрия это хорошо, остаточное знание тоже хорошо, но где технологии? Нам с вами все равно, с каким индексом Хирша сделана та или иная технология. Главное, чтобы она была эффективна. Как это замерять? Предложений много, но их, наверное, тоже надо учитывать. Второе. Очень хорошо, что мы стали говорить с Рособнадзором не только на одном языке, но я бы сказал, мы и перешли на одну сторону баррикад. Я бы сказал, что это продолжение Санкт-Петербурга полтора года назад. И, на мой взгляд, как двигаться дальше? Полностью поддерживаю Сергея Юрьевича, Рощина, который до этого выступал. Ничего страшного, эхо. Это даже хорошо. Поэтому несколько конкретных идей. Первая, я уже говорил, научная школа. Их, наверное, нужно как-то поддержать. Вторая. То, о чем вы сказали, Анзор Ахмедович, это как оценивать новые направления. Вот нанотехнологии мы знаем, как оценить. А как оценить фемтотехнологии? Наверное, здесь один год нужен по новым направлениям. По остальным сомневаюсь. Вот если говорить о риск-ориентированной модели, а недавно прошло три обсуждения того, что мы сегодня обсуждаем. Это был Московский совет ректоров, вчера был Российский совет ректоров, до этого были слушания в Госдуме. Если бы рейтингов не было, их надо было придумать для риск-ориентированной модели. Я бы здесь, конечно же, предлагаю использовать рейтинги по одной простой причине. Рейтинг – это есть интегрированный показатель качества и конкурентоспособности вузов и способности готовить выпускников. Поэтому, может быть, он не должен быть основным, но одним из основных – да. По поводу ЕГЭ – хороший показатель. Но, уважаемые коллеги, вот так получилось, что я учился на факультете, где учились две трети победителей международных олимпиад. То есть у нас это 300 баллов. Прошло несколько десятилетий. Хоть один из них есть в составе Президиума Академии Наук, увы, нет. Работают другие механизмы, поэтому это нужно учитывать, но как основной, сомневаюсь. Наверное, должны работать какие-то другие механизмы. Предложения есть, мы их с удовольствием дадим. И основное, конечно же, работа идет постоянно, а не от случая к случаю. А аккредитация, полностью с вами согласен, это вот как для студента экзамен. Можно ничего не делать, а в ночь перед, так и, опять-таки, согласен, можно ничего не делать, документы все в порядке, и значит получаешь. Ну, наверное, все, проехали и жило. Как теперь быть? Мы готовы, и правильно ли мы понимаем ваше предложение, вместе провести ряд конференций, семинаров, и мы вам очень за это благодарны, и дать свои предложения. Наверное, регулярные встречи и системная работа даст нужный эффект, чтобы не только мы радовались победам наших школьников, а, уважаемые коллеги, еще раз говорю, это мировая сенсация, такого не было даже в лучшие советские годы. Но и это даст нам возможность спустя, не знаю сколько, два, три, пять, чтобы вспоминали о том, что вот сидели, наш старт был в Казани, в федеральном университете, который будет знаменит не только тем, что здесь Ульянов Ленин заканчивал, но и тем, что здесь новый старт к прекрасному подходу, и это повысит конкурентоспособность наших вузов. По конкретным критериям, есть конкретное предложение, с удовольствием дадим, но в заключении еще раз благодарность, вот все, с кем мы не общались, все благодарили за то, что мы ведем откровенный разговор, и не могу не процитировать Сергею Петровичу Капицу, который неоднократно говорил, если мы не обострим проблему в ходе ее обсуждения, она потом нам за это отомстит, поэтому обсуждать будем остро, и вам спасибо за то, что вы задали такой тон обсуждения. Спасибо. Спасибо. Владимир Алексеевич, мы предлагаем на площадке вашей ассоциации, часть хузов, часть ректоров здесь присутствует, провести в июне или в июле месяце отдельно, уже с конкретными предложениями, от негосударственного сектора, так скажем, вот, именно ваше видение, которое мы тоже будем обязательно все вместе учитывать. Александр Алексеевич, давайте еще раз попытаемся, звук настроили или нет, посмотрим. Спасибо, уважаемые коллеги, очень рады, что такое представительное сообщество собралось и обсуждает ключевые вопросы деятельности и развития российской системы высшего образования. Вот, но прежде чем говорить о конкретных вещах, я бы все-таки хотел мысленно вернуться к тем 10 годам работы Рособорнадзора, и я бы хотел здесь сказать, что Рособорнадзор сделал великое дело, несмотря на те сложности, которые были в системе аккредитации, лицензирования, все-таки сделана гигантская работа, работа государственного масштаба. В целом система очистилась в значительной степени от тех псевдоорганизаций, которые присутствовали на рынке с 90-х годов, в основном еще российского высшего образования. И я бы все-таки серьезно относился к тем достижениям, которые обеспечил Рособорнадзор, безусловно, совместно с ведущими российскими университетами, которые всегда поддерживали эти усилия, и Министерство образования, науки Российской Федерации и Рособорнадзора. И да, сегодня мы обсуждаем новый этап развития российского высшего образования, и те вопросы, которые сегодня рассматриваются, безусловно, они крайне важны. Я в целом солидарен с тем подходом, который озвучил Сергей Юрьевич Рощин с тремя ключевыми этапами, фазами, фазами входа в образовательную организацию, оценки, собственно, того, что в этой образовательной организации происходит, и оценки тех результатов, которые достигнуты выпускниками. Я бы, наверное, еще попытался озвучить три принципа, которые, мне кажется, разумно было бы использовать при введении в действие той, безусловно, прогрессивной, замечательной системы, о которой мы сегодня в очередной раз услышали. Мы, безусловно, поддерживаем все усилия Рособорнадзора и те принципиальные решения, которые сегодня Анзор Ахмедович озвучил, они нам кажутся важными, нужными и теми решениями, которые дадут новый импульс в развитии системы высшего образования. Я говорю не только от Российского университета транспорта, я думаю, что я говорю от всей системы транспортного образования, это 17 вузов, 270 тысяч студентов, 88 филиалов в различных регионах Российской Федерации. Мне кажется, что очень важно при выработке критериев еще раз зафиксировать и понимать, что это выработка критериев для того, чтобы обеспечить базовый уровень подготовки. Иногда при разработке различных критериев, рамках рейтингов, международных, российских рейтингов, ведущие вузы и представители ведущих вузов, которые, как правило, входят в рабочие группы в первую очередь, предлагают такие показатели, которые, конечно же, являются горизонтом и ориентиром для всех. Например, международные публикации в Web of Science, в Скопусе, высоких квартелей. Но при этом мы должны понимать, что система высшего образования охватывает всю территорию Российской Федерации, и в самых дальних уголках, в самых дальних регионах крайне важно, чтобы университеты готовили специалистов по ключевым основным направлениям, связанным с развитием и поддержанием в таком стабильном, устойчивом состоянии регионов. Очень часто, мне кажется, мы сталкивались с ситуацией при проведении мониторинга, например, Миноборнауки, тоже такой достаточно всеохватывающий механизм, с ситуацией, когда возникали проблемы, например, в некоторых регионах у вузов. Но при этом мы понимали, что этот вуз единственный в регионе, он обеспечивает всю экономику по всем направлениям специалистами, и принятие решения о, допустим, закрытии этого вуза, о лишении аккредитации, это всегда шоковое воздействие на региональную экономику. Поэтому, конечно, здесь надо очень взвешенно подходить к определению базовых уровней, которые будут являться критериями для аккредитации соответствующих университетов. Мне кажется, что было бы крайне важно, как это было при внедрении новой системы распределения контрольных цифр приема, при принятии решений о том или ином наборе, о тех или иных уровнях показателей, провести моделирование на реальных университетах и посмотреть, а та система показателей и та система уровней этих показателей, которая предлагается, она к каким последствиям приведет, и только поняв, так сказать, последствия для системы, уже какие-то решения принимать. Ну и третий принципиальный подход, который бы я хотел предложить добавить к тому, безусловно, логичному и разумному перечню, о котором говорил Сергей Юрьевич, это все-таки некая поэтапность внедрения. То есть понятно, что это совершенно новая система, и, наверное, было бы правильно выделить некие этапы для того, чтобы не было резкой смены процедур и не происходило шокового воздействия на систему. Какие это этапы? Я думаю, что в ходе работы и обсуждений мы могли бы выработать совместную с Росубарнадзором, с Минобранауки, такую взвешенную и внятную позицию. Если сказать несколько слов про специфику отраслевого образования, то я бы сказал, что соответствующие статьи федерального закона, они эту специфику определяют. Ну, например, для транспортного образования 85-я статья задает определенные моменты, которые важны для транспортного образования. Ну, например, у нас есть система международных требований, которым мы должны в обязательном порядке соответствовать. И вузы, которые соответствуют требованиям и КАО, и МО, соответствующих международных организаций, они жестко регулируют и качество, и процедуры подготовки. Оно так или иначе свидетельствует о том, что эта организация образовательная признана международным уровнем и осуществляет необходимого уровня подготовка специалистов. Мне кажется, это должно учитываться при проведении аккредитации. Использование тренажерных комплексов широкое. Ну, специфика транспортного образования заключается в том, что оно формирует в первую очередь и не только знания, но и реальные практические навыки. Ну, например, если вы не прошли определенную подготовку на тренажерных комплексах, то вы не можете получить диплом о высшем образовании. Я уж не говорю о том, что вас не допустят к управлению реальным самолетом или соответствующим транспортным средством. И оснащение соответствующими комплексами тренажерными, а это имеет прямое отношение к тому, о чем говорил Сергей Юрьевич, когда обсуждал использование современных технологий обучения. Я считаю, конечно, технологический уровень и технологический набор того или иного вуза может свидетельствовать о том, что этот вуз работает в соответствии с современными прогрессивными подходами. Поэтому, ну, например, для многих вузов, для многих специальностей, а здесь принципиально важно, что в аккредитации все-таки по специальностям должны быть соответствующие обеспеченные условия для практической тренажерной подготовки. Практики тоже для транспортного образования очень важная вещь. Для моряков, например, для курсантов это вообще ключевая история длительной практики. Я думаю, что и для многих других направлений качество практик, оно будет очень важно. Поэтому мы готовы и Российский университет транспорта, и транспортные университеты активно участвовать во всех инициативах, которые в настоящее время Россобранадзор запускает. Мы готовы входить во все рабочие группы, и считаю, что, конечно, представители отраслевых систем образования, они должны быть обязательными участниками всех этих обсуждений, с учетом того, что, конечно, специфика очень серьезная и очень жесткая имеется по тем или иным специальностям и направлениям. Еще раз хочу поблагодарить Россобранадзор. Очень важный мы сегодня ведем разговор, и, конечно, та позиция конструктивная, которую сегодня Анзор Ахмедович демонстрирует, Россобранадзор, она уникальна, и я считаю, что этим нужно воспользоваться и добиться тех результатов, которые перед нами ставят и правительство Российской Федерации, и президент Российской Федерации. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Александр Алексеевич. Действительно, поддержка отраслевых вузов и ваши эксперты о мнении, оно очень важно, потому что и Сергей Юрьевич, и коллеги здесь все говорят, что единого подхода ко всем вузам, и я об этом говорил вначале, не должно быть, оно только испортит все, все улучшения, мы не увидим в итоге. Еще один представитель, так скажем, вузов, которые можно определить в группу университетов, хотя это один из ведущих наших технологических университетов, сегодня с нами Сергей Владимирович Салихов, первый проектор национально-исследовательского технологического университета МИСИС, тоже когда-то был и в рядах Министерства образования, управлял процессами, теперь у нас в УЗИ, нам тоже было очень интересно ваше мнение, ваши подходы к тому вопросу, который мы обсуждаем. Вам слово, Сергей Владимирович. Спасибо, Анзар Ахмедович, уважаемые коллеги. Микрофон. Ближай, Анзар Ахмедович, я точно знаю, что если нажать на какую-то кнопочку, то их прекратится. Если это можно сделать, то... Да, если это можно сделать, то это было бы, наверное, здорово. Мы, когда готовились к сегодняшней встрече, безусловно, это уже не первый разговор, один из таких разговоров был в том числе и у нас в университете в МИСИСе, и поэтому хочется, как бы, охватить большой, так сказать, информационный пласт и поговорить о каждом. Вот у меня сейчас здесь лежит, собственно, проект изменения в закон. Но Светлана Михайловна хочет, чтобы попросила нас ограничиться аккредитационными показателями, поэтому это не значит, что нам и по другим вопросам нечего сказать, это значит, что просто мы взяли себя в руки и решили с этой темы не сходить. Ну, я бы хотел сказать, что действительно мир совершенно не черно-белый, существуют разные университеты, и нельзя их градировать на, там, уровне, там, университеты высшего уровня, первого, там, и так далее. Я думаю, что каждый из этих университетов или же филиалы университетов, они ведут свою собственную миссию, несут, и подчас, как вот Александр Алексеевич только что говорил, являются там существенными для целой территории или целого региона. Поэтому, что касается аккредитационных показателей, то я хотел бы подчеркнуть, что это не конкретные какие-то решения, а такой некий концептальный взгляд на их формирование. Мы бы хотели предложить, представить выбор университетам для того, чтобы они, ну, либо сами выбирали, либо этот выбор как-то там автоматически осуществлялся в зависимости от того, к какой системе они ближе, среди так вот называемых трех таких больших треков. Ну, первый трек, который мы видим, это создание совершенно жестких показателей по, например, небольшому количеству аккредитационных показателей. Анзор Ахмедович, я не видел, к сожалению, вашей презентации, если бы я видел раньше, может быть, я это не предлагал, потому что это фактически дублирование тех пяти показателей, но иной немножко взгляд, который вы предлагали. Значит, предлагает, что если такой вот мы вводим фасттрек, в чем преимущество то, что вузам достаточно сильным в определенных областях, не нужно требовать с них такого контроля за большим количеством бумажной работы и прочее. Если ты выполняешь уж эти показатели, то автоматически предполагается, что с остальным у тебя все в порядке. Ну, вот в частности, показатель, который у нас с Анзором Ахмедовичем совпал, это средний балл ЕГЭ, мы считаем, ну, причем я подчеркиваю, что это не балл ЕГЭ по бюджетному набору, а именно средний балл ЕГЭ в университет, потому что это очень важно. Университет, с нашей точки зрения, это, ну, не прежде всего, но и во многом это студенческая среда, которая мотивирует студентов на достижение тех или иных успехов. И в зависимости от того, какая среда будет, это во многом определит и финальный уровень знаний. Поэтому, если, например, там обсуждаемые вещи, если средний балл ЕГЭ там выше, например, 70 или там 75, в среднем по университету, включая в ней бюджетный прием, то считается вот этот большой усредненный показатель, ну, как бы позволяет зачесть аккредитационные показатели. Вот три показателя почему? Потому что мы считаем, что важно смотреть на три составляющие университета. Это образовательные процессы, и мы считаем, что в целом вот этот показатель более-менее характеризует интегральное образование. Это вопросы, связанные с научно-исследовательской деятельностью. И здесь я согласился, кто-то говорил, что цитируемость публикации и прочее, оно, возможно, не является общим показателем по научной деятельности, потому что там гуманитарные вузы имеют другую составляющую иные. Но вот с нашей точки зрения, одним из таких универсальных показателей, который оценивает научную часть университетскую, а мне об этом, в общем-то, довольно легко говорить, это сумма, ну, усредненная за пять лет сумма доходов от научно-исследовательских опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника. Собственно, здесь и закрытые тематики могут входить, и исследования в интересах обороны, которые не влекут за собой ни патентов, ни публикаций. Это и работы для коммерческих компаний, которые подчас бывают закрыты и заканчиваются там лицензионными соглашениями и так далее. Ну и, наконец, третья часть вот этого фасттрека – это показатель, который говорит об инфраструктуре вуза. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что это все выносится в качестве дискуссии. Ну, например, как инфраструктурный показатель можно взять общую площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного обучающегося. Ну вот, например, Один, сейчас я хотел бы заметить, что этот показатель нигде, кстати, не утвержден. Мы обратились к норме, по-моему, 1986 года, где он устанавливается на уровне 10 квадратных метров. Но и наша экспертная оценка, вот там, по моей памяти, что в среднем, если мы будем брать вузы по России, то вот этот показатель, он вполне мог бы быть установлен здесь. Ну, Анзор Ахмедович предложил еще несколько, пять показателей, к которым, наверное, тоже следует как-то в связи с этим треком, поскольку это похожие концепции отнестись. Безусловно, вопрос связан и с практической подготовкой. Здесь нужно подробно прорабатывать, потому что большая проблема, особенно действительно, например, в IT-подготовке, когда лучшие специалисты, которые могут готовить студентов, проходить с ними практики и прочее, вообще не имеют ни ученых званий, ни ученых степеней, но понятно, что это реально the best of в мире, которые находятся на самом краю технологии. Здесь нам нужно подумать, может быть, вести на каком-то рекомендательном уровне. Я вот помню один такой пример, так сказать, звания, которое нигде там было введено самой организацией, правда, организация была авторитетная для того, чтобы поддержать интерес к этой организации. Он не определен ни законом, ничем, там просто постановлением этой организации, это звание профессора РАМ. Ну вот, в частности, например, можно подумать, может быть, мы могли бы для профессоров практики какие-то вот такие рекомендованные названия их позиций, в общем-то, внести. Я хотел бы сказать, что, безусловно, конкретные значения этих показателей, либо изменения их необходимо делать только после такой модельной оценки, сколько вузов мы хотели бы видеть, и как они должны проходить эту аккредитацию, так же, как и по другим. Вторая группа вузов, которая могла бы выбрать иную систему оценки аккредитации, построена на большем количестве показателей, которые позволят вузам набрать вот этот необходимый аккредитационный минимум. Ну, например, существует замечательная форма, один мониторинг Министерства науки и высшего образования, который необходимо переработать, в общем-то, отнестись с таким осовремениванием, скажем так, к определенного типа показателям, возможно, убалить эти показатели так, чтобы, например, по этой форме можно было совокупно набрать там 100 баллов, и если вуз набирает 70, ну, неважно, сколько там, 60-70 баллов, превышает этот порог, то он считается автоматически, собственно, вот этот мониторинг аккредитационных показателей проходящим и не требует никаких дополнительных, собственно, изменений. Мне кажется, это тоже важно, что вуз может сам выбрать, в каком из этих треков он хотел бы участвовать для подтверждения мониторинга аккредитации. Ну и, наконец, последнее, о чем необходимо сказать, это аккредитация филиалов или вузов, которые находятся и являются там единственными в регионе, которые связаны или находятся там в моногородах с там одним или двумя доминирующими работодателями и выполняют не только функцию там подготовки, но и социальную функцию, третью миссию университетов, когда люди фактически там проводят время в этом университете. У них может быть абсолютно качественный образовательный процесс, заточенный под конкретного работодателя, но по факту они могут не выполнять, например, ну, не по первому треку, не по второму. Например, там многие такие вузы, у них есть недостаток в площадях, только потому, что они настолько тесно связаны со своими партнерами индустриальными, что используют, например, помещения учебных центров, заводов или там вот организации, которые находятся для обучения своих студентов. Это, в общем-то, важно для региона. Поэтому здесь необходимо продумать для таких вузов такой элемент такого сканнинга экспертизы тех процессов, которые у них проходят, который похож на ту аккредитацию, которая есть сейчас, и в этом смысле это тоже было бы хорошим таким вариантом. Вот нам кажется, что по модели оценки выполнения аккредитационных показателей можно пойти по такому концептуальному пути. И, безусловно, мы готовы, если эта процедура и вот такая модель заинтересуют, там подключиться к детальному уже проработке, просчётам, возможному изменению показателей, к моделированию. Я думаю, что и коллеги также могли бы пойти. Ну и я хотел бы в заключении, пользуясь случаем, потому что второй раз мог микрофон не дать, сказать спасибо Ильшату Равкатовичу. Мы здесь не первый раз, я помню, в 2016 году здесь была большая конференция «Наука будущего», и, конечно, гостеприимность хозяев и Казанского университета, она всегда на самом высоком уровне. Спасибо большое за такое мероприятие. Спасибо, Сергей Владимирович. Ну, мы при очередном докладе видим, что многое пересекается у нас у всех, и, в принципе, мы стартовали сегодня, но понимаем, что есть пересечения, с которых можно будет уже начинать. Неделю назад в Уфе мы проводили тоже совещание с вузами округа, приволжского, и, кроме того, к этому совещанию подключились и участвовали в обсуждении педагогические университеты Российской Федерации. Там в ходе обсуждения тоже была презентация, и мы дали домашнее задание ректору Федерального государственного университета Башкирского педагогического университета имени Акмулы Салавату Талгатовичу Сагитову, он сейчас с нами на связи, и мы послушаем, какое мнение вуза у нас было 91. Около 100 подключений участников, в принципе, мы попросили дать в течение недели предложение, которое Салават Талгатович обязался собрать за неделю, и такое консолидированное общее мнение с замечаниями высказать сегодня. Салават Талгатович, мы вас видим и, надеюсь, сейчас услышим. Вам слово. Так, звук. Коллеги участники совещания. Слышно. Большое спасибо за возможность участия в сегодняшнем совещании. Действительно, неделю назад, когда мы все собирались, мы обсуждали эту проблему, мы смотрели, как можно сейчас, как нужно будет переходить к новой системе аккредитации. Конечно, многие аспекты, мои уважаемые коллеги, уже отразили, которые были сказаны. Я бы, наверное, на нескольких остановился моментах касаемо определенной классификации вузов. Здесь уже говорилось о том, что действительно и среди выступающих были представители самых разных вузов, и отраслевых, и классических, и технических. И, возможно, один из таких посылов при организации параметров аккредитации устанавливать своего рода определенные коэффициенты. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня волею развития общества нашего действительно в ряд вузов, в ряд направлений в некоторых вузах привлечь студент достаточно тяжело. Ну, например, сегодня сельское хозяйство, которое, с одной стороны, переживает такой, тоже, скажем, автоматизацию своего рода, но, с другой стороны, мы понимаем, что ребят туда привлечь, завлечь достаточно тяжело. И поэтому мы прекрасно понимаем, что оценивать одинаково, ставить в одинаковые условия будет затруднительно. Но вместе с тем и в аграрных вузах есть те специальности, есть те направления, куда ребята идут. И в успешных вузах классических или другого рода есть специальности, на которых нам тяжело набирать студентов тогда с серьезными, хорошими баллами. И, возможно, нам не вузы как таковые по отраслям надо разбивать с расставленными коэффициентами, а ставить направления, которые сегодня мы видим, что они очень необходимы для развития нашей страны, для социально-экономической сферы, в том числе и педагогические вузы. И может быть ставить, у нас всего 33 педагогических вуза в стране, а большая часть практических университетов также занимается подготовкой педагогов. И, возможно, здесь тоже установка определенного рода коэффициента, которые бы позволили на бумаге выровнять показатели наших университетов, чтобы получить объективную картину развития того или иного вуза. Я согласен с тем акторным подходом, который был ранее предложен коллегами. И, на самом деле, это очень важно посмотреть. И причем не только со стороны абитуриента, выпускника и самого учреждения, которое готовит сегодня студентов, но и наших партнеров. Это не только работодатели, но и наши партнеры, организации партнеров, которые финансируют наше направление, наше обучение. Не всегда это есть. И зачастую по некоторым мониторингам мы смотрим, требуя от нас заполнения, сколько у нас партнеров. Ну, что греха таить, мы можем поставить достаточно много, большое количество, и заключить соглашение с достаточно большим количеством, напротив, педагогических вуз со школами. Но это не значит, что это эффективное взаимодействие двустороннее. Поэтому я считаю, что это на предыдущие критерии. А что действительно полезного с этого общения может быть? И в целом, коллеги, вообще, мне кажется, сегодняшняя система распределения контрольных цифроприемов, она действительно, по сравнению с тем, что было, на мой взгляд, более понятна, она более прозрачна. И мы сегодня, уже от нас зависит, как мы развиваем то или иное направление. Вот при параметрах организации должно быть примерно то же самое. Мы максимально должны дать четкую оценку, и вот эти баллы должны быть явно видны. Чтобы это не было мнение, субъективное мнение определенного эксперта. Чтобы это действительно были объективные какие-то показатели, к которым мы понимали, как они формируются. Например, опять же, если говорить о факторах, зачастую мы с вами, вот наш ВУЗ тоже в этом году, в феврале месяце, прошел аккредитацию, без потерь прошел аккредитацию. Но мы проходили перед аккредитацией много моментов, связанных с профессионально-общественной аккредитацией. Но и здесь стоит вопрос, а судьи кто? И, наверное, необходимо определить те требования, которым должны соответствовать аккредитационные агентства. Кроме того, многие наши ВУЗы, для всех наших ВУЗов, мы все смотрим на те или иные международные, всероссийские рейтинги аккредитационных показателей. Сегодня об этом тоже уже говорили. Так, может быть, стоит определить перечень рейтингов для каждой категории ВУЗов? Опять-таки, не для всех ВУЗов, а для каждой категории ВУЗов. Кроме отраслевого разделения ВУЗов, я как представитель региона и как руководитель Совета ректоров Республики Башкорстан должен отметить, что действительно для нас, допустим, для регионов, очень важно не только отраслевое, но и региональное представление о системе ВУЗов в социально-экономическом развитии того или иного региона. В нашем ВУЗе достаточно успешно функционирует самое разное. Это и медицинский, и аграрный, и педагогический, классический, нефтяной, и авиационный. Да, это институт искусств. И, конечно, у каждого из них свои особенности есть. Например, я думаю, меня просто поддерживают коллеги с творческих ВУЗов, когда сегодня уже не раз говорилось о том ученых степенях нашего профессорского преподавательского корпуса. Но зачастую народные артисты не имеют заслуженных каких-то ученых степеней, но при этом мы понимаем уровень их компетенции. Поэтому, конечно же, я здесь полностью согласен с тем, что не только, и, возможно, уже сегодня не столько, должно мы ориентироваться на остепененность нашего профессорского преподавательского корпуса, а должны принимать во внимание достаточно большое количество тех показателей, которые формируют сегодняшнее преподавание. Ну, там, я не знаю, soft skills. Ведь мы понимаем, что кроме предмета, кроме методики преподавания, сегодняшний учитель, сегодняшний преподаватель должен обладать достаточно большими компетенциями в проектном управлении. И все это может озарговать soft skills. Мы сейчас разрабатываем по заданию Министерства просвещения Российской Федерации проект по выявлению профдефицитов учителей школы, для того, чтобы система переподготовки дальнейших школьных учителей, она не была как таковая, автоматом люди приходили и получали то, что читается годами, а чтобы они действительно повышали свою квалификацию в зависимости от того, кто они на сегодняшний день, что им не хватает, предметной подготовки, методической подготовки, методологической или так называемой soft skills. Я думаю, к этому потихонечку мы должны будем опять-таки в автоматизированном режиме прийти и на уровне наших вузов. В том числе фоссы мы должны формировать, как вы уже говорили, хотя вы предлагаете, что каждый свой вуз имел свои фоссы, но мы должны понимать, что они верифицируем, чтобы потом нас и мир не пеняли, поэтому какая-то оценка их должна быть. И в целом, конечно, еще раз говорю, что цифровая образовательная среда, в которой мы столкнулись, плотную, она позволила определенные выводы сделать каждому вузу, и она тоже, мне кажется, должна найти свое отражение среди аккредитационных показателей, как мы пользуемся этой средой и как она на что ориентирована. Это вот если по-крупному, а так, как говорят, мы действительно готовы в дальнейшем работать и в качестве площадки для педагогических вузов. Вот у нас буквально 8 июня, вы прекрасно знаете, будет встреча от площадки МГУ, где будут именно представители вузов, которые занимаются подготовкой педагогов. Я думаю, мы и там будем обсуждать и поднимать этот вопрос. Это действительно хорошее будет обсуждение не только педвузы, но и классические нашего инверситета. Спасибо, Андрей Павлович. Спасибо. Спасибо, Андрей Павлович. Коллеги, у нас основные докладчики выступили. Мы информацию зафиксировали. Я вот здесь много записал заметок. Доклады у нас запротоколированы. Первый такой перечень предложений мы получили. У нас есть с чем уже работать. Кто у нас на видеоподключение, я смотрю, у нас 299 участников, у нас есть чат, вы можете пока задавать вопросы. Можно вывести вопросы сбоку на экран. Если мы сейчас на все не успеем, конечно, ответить, мы постараемся отнестись. Будем смотреть последние. Давайте последние. Пока здесь мы смотрим, читаем, у нас в зале присутствуют участники. Сейчас есть время свободного микрофона высказаться по поводу услышанного и своих предложений. Ну и просьба представляться всем. Добрый день, уважаемые коллеги. Минбалеев Алексей Владимирович. Я представляю Ассоциацию юристов России и экспертный центр АЮР по оценке качества квалификации в сфере образования, юридического, естественно. Один из важнейших критериев, мне кажется, в рамках аккредитационных показателей. Действительно уже было сказано Анзором Ахмедовичем, что необходимо учитывать профессиональное сообщество работодателей. В частности, на слайде было показано, что при оценке в том числе оценочных средств по УПК и ПК, действительно в этом отношении, мне кажется, два основных механизма, которые можно использовать. И вот опыт нашего экспертного центра и Ассоциация юристов очень показывает эффективность. Это институт профессиональной общественной аккредитации, причем мы, например, и второй институт, независимая оценка качества подготовки обучающихся. Причем мы сейчас вообще интегрируем эти два механизма и ног подготовки обучающихся включаем в рамках профессиональной общественной аккредитации, тем самым предоставляем возможность ВУЗам одновременно пройти вот эти механизмы. В принципе, опыт работы Ассоциации юристов России показывает, что действительно это очень серьезные критерии оценки в рамках предметной области именно. То есть общие показатели мы сегодня здесь обсуждаем, а вот специфику тех или иных направлений специальности подготовки, как раз таки, мне кажется, независимая оценка качества подготовки обучающихся очень хорошо дает и профессиональная общественная аккредитация. Мы, кстати говоря, тоже независимую оценку качества начали проводить, первые разработали уже документы все в рамках нашего центра. Поэтому, в принципе, я думаю, что, наверное, это тоже стоит обсуждать внедрение этих механизмов. Мы тоже готовы, если надо, подключиться. С Ассоциацией юристов у нас тесное взаимодействие, не ошибаюсь, если даже Ассоциация юристов России у нас как аккредитованная организация, да, экспертная организация, мы плотно работаем. Здесь уже коллеги говорили, здесь проблема не с теми специальностями, где есть такие ассоциации, и они действительно действенные и рабочие, а проблема с теми направлениями, ну, политологию, да, озвучили, где нет как такого работодателя, ассоциации нет, и вот здесь иные подходы надо будет какие-то рассматривать. А мы полностью поддерживаем, у нас большой перечень аккредитованных независимых организаций, как и вы в том числе, и действительно в будущей модели мы обязательно будем не только при определении показателей, но и в дальнейшей работе на работу ассоциации делать большие, так скажем, ставки. Здесь предложение прозвучало в чате, я читаю, видео разместить, мы попросим организаторов совещания на каком-то ресурсе свободном, личном, а, скинут, попробовать, мы постараемся скинуть в личный кабинет системы ссылки на видео данного совещания, и вы в спокойном режиме можете еще раз прослушивать или коллегам оттиражировать данные предложения. Вопрос есть от военных вузов, обязательно учесть их пожелания, значит, мы об этом не раз говорили, не только военные вузы мы возьмем, будем рассматривать специфику всех отраслевых вузов, это сегодня говорилось, обязательно не забудем. Коллеги, кто-то еще хочет выступить в зале? — Анзор Ахмедович Синельников. — Да, да. — Уважаемые коллеги, спасибо большое за то, что нас здесь приняли и разрешили выступить. Анзор Ахмедович, спасибо. Я буквально несколько слов хотел сказать. Мы не в первый раз обсуждаем вопросы перехода к рискориентированному подходу, и сегодня нам Анзор Ахмедович рассказал, собственно, то, как это все будет строиться, и, как мы понимаем, закон будет принят в самое ближайшее время, закон о образовании, но работы еще, видимо, предстоит много. Я буквально два слова хотел сказать, собственно, о той части этого рискориентированного подхода, который касается обязательных требований. Сегодня большинство выступающих касалось этого вопроса. На мой взгляд, фонд оценочных средств, который предполагается сформировать, это одна из основных ключевых вех, который предстоит еще сделать и который будет очень сложной, и согласовать очень будет сложно ее в вузовском сообществе, и понять, какой уровень требований мы должны будем представлять. Ведь на самом деле есть ведущие вузы, для которых, по-видимому, студентов которых будет легко сдавать вот этот единый экзамен и соответствовать единым требованиям. И вузы более слабые, не потому что они плохие, ведь какой вуз лучше, тот, в который пришли 90-бальники и ушли хорошими специалистами, или тот, в вуз, в который пришли 50-бальники и их выучили до хорошего уровня. Ведь совсем непонятно, добавленная стоимость больше во втором вузе. И поэтому, каким делать оценочные средства, это тоже некий такой вот вопрос. На каком курсе их мы сегодня не обсуждали, надо начинать применять, для того, чтобы вот, если что-то плохо, чтобы успеть предпринять какие-то усилия, чтобы стало хорошо. Ясно, надо будет менять, наверное, будет и, собственно, в ГОСы надо будет сокращать количество дробления наших в ГОСов, потому что их слишком много. Под все в ГОСы не сделать оценочные средства, чтобы они были дифференцированы, либо они будут одинаковые по группам специальностей. То, что сегодня обсуждалось еще про квалификацию преподавателей, знаете, тут тоже очень сложный вопрос. Я вот как член президиума ВАГ, когда сижу и мы лишаем степеней там по 30-50 в день, становится стыдно за нашу экономическую науку, потому что вот я по экономике, по гуманитарным наукам там сижу. Но с другой стороны, если речь идет о ядре какого-то вот какой-то специальности, ну в экономике это там, скажем, микро- и макроэкономика, эконометрика, я не представляю себе, чтобы мы допустили лектора без степени читать. Просто невозможно. Конечно, практические дисциплины, наверное, да, там другие, там всякие скилсы, все остальное, это важно. Но вот я в своем вузе, знаю своих коллег, многих мнения, без степени лекции не читают. Что касается, да, важный вопрос еще, наверное, это учебники. Вот сегодня об этом не говорили, а вот, скажем, у меня просто такое вот есть как бы свое, собственно, мелкое ноу-хау. Мне для того, чтобы понять, хорошо читается курс или плохо, мне, в общем, часто достаточно, ну по экономике, разумеется, часто достаточно посмотреть, по какому учебнику. И если я вижу там вот несоответствующий уровень, то все становится ясно. Если по бакалаврскому учебнику читают в магистратуре, ну, значит, это не магистратура. Если в аспирантуре читают не по хэндбуку, это не аспирантура. То есть это тоже очень-очень важный кусок. И самое последнее, наверное, соображение, то, что дистант нам действительно работал в прошлом году, нам, с одной стороны, затруднило многое, конечно же, ухудшило качество нашего образования, тоже без сомнения, потому что среди студентов пошли соображения, сижу, слушаю лекцию в фоновом режиме, да, вот, когда там ни концентрации, ни внимания, ничего нету. Естественно, из любой группы студентов там 20% сидит, слушает крайне внимательно, но остальными завладеть их вниманием может только лектор в аудитории, когда он видит глаза. Вот, но я не об этом даже. Так вот, пандемия нам дала определенный опыт работы, дала определенные инструменты работы. На самом деле, что произошло? Мы теперь, даже вот проверять качество, ну, по крайней мере, вот я в своих преподавателей могу, не приходя в аудиторию, а подключившись к дистанту. И это вот очень такая вот вещь, которая привела к тому, что лекция из такого камерного мероприятия превратилась, в общем, в публичное. У меня родители многие говорят, что они слушают лекции вместе со своими студентами, и потом говорят, отчего вы там их учите. То есть, и Рособнадзор в этой ситуации может с некоторой точки как бы вот применить новые способы оценки качества обучения. Можно же экспертов подключать к лекциям, мы можем взаимно посещать лекции в виртуальном пространстве. В общем, тут есть большой набор чего? Есть, наверное, достаточно сложные модели, которые позволят на основе семантического анализа смотреть, вот чему им там учим и выявлять риски таких моделей, как я понимаю, еще нету, но это можно сделать. Вот спасибо, я вот буквально, извините за некоторую сумбурность, но вот буквально несколько слов. Спасибо. Сергей Георгиевич, спасибо, мы зафиксировали, сумбура не было, все по делу. Спасибо. Это как раз те вопросы, которые мы сегодня начали обсуждать, и они не только предложения, но мы еще ставим задачу, задаем тон на следующую серию обсуждений, которые нам предстоит провести в ближайшие месяцы. Еще коллеги, есть желающие? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Анзор Ахмедович, большое спасибо за данное обсуждение. Набиев Алсу, ректор Российского университета кооперации. Вот сейчас в рамках заданной концепции мы понимаем, насколько важны для нас мониторинговые показатели. И вот мы в этом году, результаты мониторинга 2020, у нас появились три медианных значения. И низкие пороги этих медианных значений, они отличались от пороговых показателей мониторинга прошлого года. И вот в данной связи у меня вопрос, можно ли, чтобы мы заранее знали о правилах игры. Вот уже принимая в этом году студентов на первый курс, чтобы мы понимали, какой тот минимум, который мы могли бы принять, чтобы мы, отчитываясь по данному мониторингу на следующий год, уже понимали, что мы на правильном пути. И вот для нас это важно. Понимаем, что средне-медианное значение может быть другое. Вот можно ли предложить такую вилку от того минимума, который будет определен, до среднего медианного значения, и чтобы мы в рамках этой вилки бы проходили. Я помню один год, вот когда коллега сказал про 10 квадратных метров, это был лицензионный показатель. И когда на баланс ВУЗа ввели большое количество объектов, в регионе данное значение до 22 повысилось. И уже автоматически получается, что некоторые ВУЗы не прошли. Чтобы был минимум средне-медианное значение, и вот этот вот показатель от минимума до среднего медианного значения шел бы в зачет ВУЗов. Спасибо. Пороги и медианные значения мы, конечно же, будем определять. И я уже говорил, мысль, что, возможно, эти пороги и медиальные значения будут различны для различных групп ВУЗов. Здесь не один спикер сказал о том, что есть такие ВУЗы, которые в территориях, Андрей Александрович об этом говорил, которые выполняют функцию социальную, и закрыв этот ВУЗ, то есть не будет вообще на этой территории никакого высшего учебного заведения. Ну, соответственно, чтобы это не происходило, мы должны очень взвешенно подходить к расчету. И мне понравилось тоже предложение, которое здесь озвучивалось, прежде чем после того, как мы определимся с показателями, мы не должны их сразу принимать, а рассчитать прогнозно, как на том или ином ВУЗе эти показатели примерно лягут вот в тех цифрах, в которых они были хотя бы в прошлом, и понимать из этих соображений как раз-таки рассчитывать пороги. У нас нет задачи, вот знаете, коллеги, когда мы обсуждали раньше, у всех есть опасения, что мы сейчас ведем какие-то мониторинговые и коррекционные показатели, злодеи из Рособорнадзора утверждят их, что все автоматически попадать будут ежегодно, значит, в эту проверку, и мы всех будем, значит, держать на пульсе, значит, чтобы все переживали и из зоны нашей ответственности не уходили. Ну, даже если у нас такое пожелание есть, мы физически не сможем организовать те процедуры, которые, вот я здесь озвучил, у нас нет столько экспертов и сотрудников ни в Рособорнадзоре, ни в подведомственных учреждениях, чтобы качественно эти процедуры потом проводить. Поэтому здесь же, конечно, мы должны будем выверять, но вот снова же вернусь к ЕГЭ, когда мы рассчитываем стобальную шкалу, значит, ежегодно мы, в принципе, смотрим общую сдачу по стране, выборку берем по предмету и смотрим, как эти потом баллы по критериям оценивания распределить, чтобы не получилось так, что мы разработали такие задания, которые не решают наши школьники, и никто не поступит в ВУЗы в итоге. Здесь примерно похожая картинка, мы должны, прежде чем показатели определить, понять, насколько это болезненно ударит по всей отрасли. И выборка, ну, есть кривая гаусса распределения, она для учащихся, но, в принципе, для, если пример аналогии приводить, у нас, конечно, должен быть понятный небольшой процент, который у нас в власти, который будет попадать под эти процедуры, значит, но их не должно быть много. И я хочу успокоить многие сильные ВУЗы, неважно, государственные или не государственные, в течение многих лет, которые работают и показывают результат. Вот те показатели, которые мы разработаем, как раз-таки в меньшей степени будут бить по ним, они будут спокойно их проходить, потому что они уже достигли всего этого. А касаться это будет оставшихся, там, нерадивых ВУЗов, которые будут в зоне нашего контроля и будут чувствовать, что мы, так скажем, в спину дышим, можем прийти и оценить студентов. Поэтому вот здесь подход будет очень взвешенный. И снова же принимать решения будем совместно с вами, в том числе и по порогам. То есть и до этого будут апробации, мы проведем эти апробации. Результаты апробации тоже на такие площадки представим и вместе будем их обсуждать. У нас здесь вопросы в чате, несколько вопросов. А можно чуть ниже предыдущие два показать? Так, вот стоп. Значит, здесь был вопрос, связанный с действием постановления 440-го, то есть попадают ли ВУЗы, которые под 1 марта. Вот смотрите, у кого аккредитация за эти два года, у нас два года подряд было действие постановления, оно продлено. Если в этот период аккредитация у нас, действие закончилось, то им надо будет, до 1 марта 2022 года, им надо будет переаккредитоваться. Правильно я понимаю, коллега? С учетом пролагации, ну, если действие закончилось, им надо будет переаккредитоваться. А у тех, кому больше повезло, то есть у них аккредитация на 6 лет, и в том числе им не нужно было, в принципе, действие постановления 440-го, то есть у них автоматически продлевается, у кого действие аккредитации закончилось, им придется переаккредитоваться. Можно еще перемотать немножко? Про КЦП, Светлана Михайловна, ответьте. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Если организация имеет КЦП и временно содействие, то оно, соответственно, проходит по временной аккредитации. Если же у образовательной организации нет КЦП, она проходит по общим основаниям в рамках законопроекта, соответственно, он получает, у него есть лицензия у образовательного учреждения, КЦП отсутствует, соответственно, на общих основаниях после первого года обучения есть обучающиеся, они прошли итоговую аттестацию после первого курса, и тогда они приходят к нам за государственную аккредитацию. Следующий здесь вопрос. Будет ли в новом законе требования педагогического образования для преподавателя аспирантуры в академических институтах квалификация доктора наук академика не вызывает сомнения. Коллеги, те поправки, о которых мы сегодня говорили, они не об этом, и это не компетенция Рособорнадзора, это Министерство образования, и поэтому этот вопрос в этих поправках не рассматривается. Кто у нас из участников в зале еще хотел бы выступить? Представляйтесь, коллеги. Добрый день, спасибо. Меня зовут Екатерина Пономарева, я представляю Российскую академию народного хозяйства. Мы в прошлом году проводили исследования относительно того, с какой частотой вузы нарушают обязательные требования. Мы брали для этого единый реестр проверок прокуратуры и соединили эту базу с мониторингом эффективности вузов. Я сейчас кромольную вещь скажу. Мы не учитывали специфику вузов, то есть у нас туда попали все вузы и проанализировали то, насколько часто, при каких показателях у нас обнаруживаются нарушения. Мы выявили достаточно стабильные вещи, которые, в принципе, и так понятны. То есть средний балл ЕГЭ действительно характеризует нарушения. Причем количество нарушений сильно падает где-то в районе 60 баллов. Собственно, хорошие вузы, те, которые реже нарушают обязательные требования, они имеют больший очный прием. Кроме всего прочего, хорошие вузы, опять же, имеющие мало нарушений, имеют аспирантуру и подготовку кадров высшей квалификации. Они имеют программы дополнительного образования. И чаще всего для них характерен микс бюджетного и внебюджетного финансирования. Причем внебюджетное, оно чаще всего идет по науке, а бюджетное чаще всего по образованию. Но на самом деле к этому не нужно относиться абсолютно, к этому нужно относиться относительно. Как бы парадоксально ни звучало, то, что вуз не выполняет какое-то обязательное требование, не значит, что... То есть вот это вот требование по какой-то характеристике не значит, что он действительно нарушает. Это значит, что нужно его прийти и проверить. Если он имеет рациональное основание как бы так работать, и качества образования в нем достаточное, то не нужно его как бы кошмарить дальше. Спасибо. Хорошая, хорошая ремарка. Вот когда у нас будет... Вот смысл нашего сегодняшнего совещания, вы знаете, есть такой подход, когда мы собираем все предложения. Я хочу... Мы специально инициировали такое совещание, собрать серию совещаний, один, два, три, когда мы соберем абсолютно все предложения, да. А потом начнем от обратного. Вместе с вами будем отказываться от слишком радикальных предложений, нерабочих предложений и оставим вот эту такую золотую середину. Здесь помощь Ранхикса, экспертная, да, с этим исследованием, которое вы проводили, как раз-таки нам будет очень полезно. Мы на определенном этапе вам тоже дадим на экспертизу те показатели, которые были, и тех рамках исследования, которые вы проводили, вы тоже как раз-таки можете сразу четко нам указать, какие показатели из них будут в принципе нерабочие, потому что, ну, нельзя вводить показатель, который не пройдет ни один вуз, да, там, условно. У всех вузов это будет как нарушение. Значит, дело не в показателе, а дело вообще в подходе нашим с вами всеми. Ну и нельзя определять показатель, который все 100%, но он выполняется и так. Зачем нам этот показатель? То есть показатели все-таки должны действовать не на наказание какое-то или просто показатель ради показателя, а именно на развитие, на движение вперед. Поэтому ваш опыт и ваши исследования нам обязательно пригодятся. Коллеги, еще кто-то хотелось? Ну, у нас на круглый стол было отведено ровно два часа. Мы как истинные работники образования, которые, ну, кто как не мы, значит, очень хорошо умеем работать с регламентом. Два часа мы исчерпали желающих выступить у нас. А, вопрос. Вопросы здесь? В чате? Да, в чате был вопрос. Еще пару вопросов, и как раз у нас одна минута есть. Да, у нас был вопрос в чате, распространяется ли новая модель на все уровни образования. Да, новая модель распространяется на все уровни образования, начиная с дошкольного образования, заканчивая ординатурой. Соответственно, для всех уровней образования государственная аккредитация, она становится бессрочной. Будут показатели свои у каждого уровня. Если говорить о общем образовании, то система образования достаточно в полной мере уже реализована, и показатели уже давно все придуманы. Те мониторинговые показатели, что касается ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, никто ничего менять не собирается, они останутся те же самыми. Вузов это тоже касается, потому что многие образовательные организации реализуют программы общего образования. Что касается программы СПО, соответственно, Министерство просвещения также проводится, как и Минобрана науки России, мониторинги. И у них есть и форма СПО-1, и СПО-2. И, соответственно, те мониторинги, которые Минпрос проводит, и те показатели, которые в настоящее время существуют, мы не будем придумать ничего нового, и их будем отражать в своих мониторингах и использовать их. Что касается самого мониторинга, я сразу поясню, это будет единый мониторинг системы образования, которая проводится в 98-й статье. И, соответственно, аккредитационные показатели будут одной из составляющих этого мониторинга. И решение будет приниматься по категориям риска с учетом этих показателей. То есть они будут составляющей частью. Коллеги, в совещании у нас велся протокол, мы обязательно все предложения протокольно зафиксируем. Большая просьба, кто нас слышал удаленно, кто присутствовал в этом зале, письменно свои предложения присылать в Рособорнадзор. Мы их будем систематизировать. О следующей площадке, где мы будем обсуждать эту же проблематику, мы всем участникам сегодняшнего совещания и будущим новым участникам обязательно вас всех проинформируем. Ну и в завершение я предлагаю, значит, все об этом уже говорили, поблагодарить за теплый прием Ильчата Равкадыча, за теплый прием не только его, а всех сотрудников Казанского федерального университета. Я знаю, для многих очень интересная программа была организована вчера, сегодня, завтра это будет продолжаться. И, как принято, на некоторых рабочих столах хлопают себе же, любимым, да, за хорошо проведенную работу. Давайте поаплодируем ректору и его сотруднику. Спасибо. Спасибо, Казан. Спасибо. Спасибо.